Обстановка, к сожалению, не становится более спокойной, социально-политической. Она продолжает находиться в таком напряженной ситуации. И я благодарен вам, людям, которые максимально занимаются, помогая ее стабилизировать. В какой степени нам это дается? В большее, в меньшее? Но это уже вопрос второй. Мы будем смотреть, как она стабилизируется, и люди дадут нам с вами оценку по эффективности нашей деятельности. Но еще раз повторяю, я благодарю, что вы не безучастны, каждый по своему направлению. У нас сегодня масса проблем. Но я повторюсь то, что говорил и вчера, и позавчера, и неделю, и две недели назад. Что пока мы не стабилизируем социально-политическую обстановку, мы приближаемся к проблемам социально-экономическим. И вот сегодня у меня были шахтеры с угольной компанией «Транцит». И у них уже начинаются вопросы появляться. Пока они экономического плана, финансов. Вы знаете, в Краснодоне идут сложные переговоры между собственниками и представителями шахтерских коллективов. Пока они в плоскости тоже финансово-экономической. Но вы понимаете, там грань очень тонкая между социально-экономической и социально-политической. И нам сегодня, наша с вами задача, как можно быстрее, как можно переломить информационный процесс в пользу нас, объяснять людям, рассказывать, что реакционная риторика, конфронтация, она ничего не даст позитивно. И кроме как диалога и взаимопонимания друг с другом, пусть взгляды разных, разных категорий. Вот вчера была встреча у меня с профсоюзом. Да, сложный разговор, нелицеприятные порой вопросы. Но когда ты ведешь диалог в нереакционном формате, пусть в жестком, но не в реакционном, хотя у людей хватает выдержки выслушать, задать сложный вопрос неоднозначный, но тем не менее выслушать и получить этот ответ, это совершенно другой формат взаимоотношений. Поэтому нам сегодня надо людям больше объяснить. Вот что категория людей, которые находятся перед зданием СБУ, да? Не внутри, а перед зданием. Ведь там люди есть, которые просто не понимают, чего они туда пришли. Другая категория чем-то обижена, а не находя вопросы на какие-то свои ответы, не находя взаимопонимания у различных представителей власти, тоже пришла туда. Но им же можно объяснить, что сегодня нахождение там, это не самая лучшая форма протеста. Потому что она подогревается теми реакционными людьми, которые находятся в здании. И когда мы сделаем, что туда люди просто перестанут ходить, вот тогда это перелом в общественном сознании и наша хоть минимальная, но победа. Поэтому вот будете рассматривать сегодня многие вопросы, я прошу это в обязательном порядке поставить во главу окна. В обязательном порядке. Он должен быть самым главным, потому что в главе его сегодня просто ничего не существует. Продолжение следует... Продолжение следует...